всем здорово вот собрался ехать на работу и решил сделать видос потому что собрался на работу и в обед практически ехать блин к сожалению приболел заразился видимо мы вот это в одном магазине короче расширяем делаем его в два раза больше там соседей прогнали в какой-то степени переселили в торговом центре вот это круто я думаю у меня обороты по этому магазину довольно сильно должны вырасти вот то есть все приходится там перекраивать торговый зал по интересному делаешь выкладку причем блин бюджеты сильно ограничены поэтому приходится буквально из старого какого-то оборудованию все это делать не чудо там все заболели я тоже заразился видимо заболел ночью меня особенно радует в этом во всем деле то что меня на работе нет я с утра буквально по 33 звоночка сделал четыре по всем по магазинам и на базу позвонил вот и я знаю что там все нормально все работает все ребята там что-то делают каждое свое дело причем я знаю что делается в каждом магазине и не требуется моего присутствия чтобы это делалось потому что все реально замотивированы все знают что должны делать и хотят это делать потому что понимаю что они что они за это получат и что это оптимальный инструмент работа в магазине нужно делать делать то-то то-то и короче говоря блин такое какое-то хорошее чувство к это знаешь что ты сидишь дома а у тебя там все работает что ты выстроил систему когда знаете я работал в свое время в одной организации это была первая моя такая работа после универа там в принципе да все работало все делалось но директор там был какой-то чудак потому что он совал нос буквально во все дела вообще во все лес в каждую запятую заставлял тебя переправить сначала в одну сторону потом говорил что грубо говоря ты дурак и заставлял переправить в обратную сторону как было как ты сначала и ставил вот и в результате когда его не было там у него был отпуск он уезжал куда-то там на больничный еще что-то все просто пинали говно все стояло всем было на все насрать потому что все понимали что инициатива наказуемые какие-то действия наказуемые бездействия короче все тупо приходили на работу и сидели вообще полный стояк был там это меня всегда очень сильно веселило я же сейчас вот стараюсь наоборот сделать так чтобы не все думали что блин долбаный товарищ который ходит и что-то заставляет нас делать я полностью делаю их из их самостоятельными чтобы они сами понимали что им надо делать и в полностью вообще все магазины стараюсь сделать вообще абсолютно автономными чтобы это были самостоятельные единицы и вот примеру я на больничном я понимаю что благодаря такому чудесному средству как телефон буквально по звоночку туда-сюда и все все работает все я причем это только контрольные звонки чтобы убедиться что реально там все на своих местах и тут даже по большому счету мог бы не убеждаться короче это радует еще хотел рассказать блин вчера на парковке там у торгового центра первый раз в жизни можно сказать попал в такое дтп где пришлось даже милицию вызывать ну не милицию гибддшников по факту ничего не было там человек больной дождь еще все окна запотели у меня состояние как пьяного а тип один там короче на такой типа котом очки машина вис называется с фургончиком с небольшим встал короче прямо на выезде и все перегородил вот ну габариты поставил знаете таким обычный стоп хамп леет он видел на 5 секунд нам забегал кота но все равно встал очень неудобно вот на габариты вроде как включил я стал задом сдавать короче и так сяк в общем задел его чуть-чуть совсем чуть-чуть там буквально уголок у его фургончик у меня немножко там на бампере чуть краски слезла но вроде как уже все тут как тут он вышел мы бы с ним в принципе даже разъехались потому что побазарили как бы он как бы хотел бы с удовольствием разъехаться но машина не его служебный автомобиль он руководству позвонил руководству сказал все ждите гаишников и вот в первый раз в жизни я значит вызывал этих гибддшников часика три наверно мы торчали ждали там пока они приедут вот в итоге приехали сами тоже гаишники сказали блин типа ну чё блин ради такой ерунды вызывали у них ее полно заказов как заказов полно вызовов дождь понятное дело аварий много вот но мы сами сказали понятно типа договорились бы по-любому просто вот такое дело что машина не его и руководство не знает что там по факту произошло а там буквально пару раз молоточком стукнуть и все нормально вот пришлось три часа торчать вот так вот в первый раз я процедуру ну кстати даже в какой-то степени рад единственно стрёмно конечно но страховка понятно да все это дело покроет да там покрывать даже в принципе ничего единственное обидно что сейчас скорее всего страховка вырастет меня вот это злодейство ну посмотрим может удастся как-то это дело урегулировать вот ну а так хорошо что скажем так обкатал я вот эту систему на таком легком случае то есть там случай выйдя на яйца в принципе не стоил а по факту все вот эти дела то есть стояли дружненько на габаритах мы и вызывал я дпс ников и значит списали все и составляли мы даже схему происшествия вот я думаю как бы в качестве учебы подходящий случай а в качестве морального удовлетворения то что он там еще стоял на этом выезде ну соответственно он же не смог уже уехать прямо на выезде стоял и там буквально каждый второй ему сигналил и с упреком глядел заглядывал окно а были товарищи которые даже выходили из машин приходили на него орать там что он встал не попала вот так что такое такое тоже небольшое происшествие вчера было вот плавно поеду на работку потому что хочется посмотреть своими глазами что там происходит как там уже сегодня последнее оборудование должны были привести в магазин хочу посмотреть как там все уже оформили а так все таки радует конечно что все ребята у меня везде сами все делают сами все знают как то такой тоже совет но я думаю все про это знаю что когда вот устраиваешь систему лучше выстроить такую систему которая прекрасно работает без тебя чтобы ты был нужен только на внештатные ситуации на какие-то стратегические решения там еще начата на какое там он такие из ряда вон выходящие а все обычные процессы начиная там ну не знаю например если на примере магазинов не производства то он начиная от заказа продукции заканчивая вы выкладкой продажей каким-то супер клиентам по оптовым ценам выставление счетов еще каких-то там вещей все это должны люди уметь сами и все четко регламентировано и самое главное они должны сами понимать и хотеть это делать то есть у меня от везде есть контролирующий человек этот человек вот и это радует когда все вертится без тебя помню когда давным-давно в молодости я устраивал рок-концерт я уж она говорил и так было ну не знаю здорово и интересно когда я пришел туда как вроде бы обычный посетитель но я понимал что все вертится и все здесь построено что что все я это сделал я собрал группы я договорился с помещением нашел оборудование договорился с охраной с билетами из продажей с рекламой сам даже развешивал в какой-то степени листовки рекламные ну это было как-то интересно и здорово и когда понимаешь что все работает все крутится и вертится и ты сам все это сделал запустил и вот она без тебя созданная блин это здорово ну ладно тогда давайте не болейте я блин случайно что-то заразился ну думаю что завтра же нормально себя будет чувствовать вот всем всего хорошего больной если плохо себя чувствуешь за руль тоже лучше не садится потому что гриф вчера вообще как пьяный буквально ездил вот ладно всем пока всего хорошего подписывайтесь там ставьте лайки пишите комментарии вот это всегда очень радует пишите комментарии пишите комментарии пишите комментарии Продолжение следует...